Дома культуры в этом селе не было последние 10 лет. Глава кузнечихинского сельского поселения Владимир Комяков говорит о селе Андронике Ярославского района. Здесь на родине героя Советского Союза Федора Толбухина в небольшом населенном пункте с количеством жителей в 600 человек действительно довольно долго не было даже клуба. И вот в прошлом году удалось отремонтировать это здание, создать в нем небольшой, но абсолютно новый досуговый центр. Теперь здесь есть не только сцена со зрительным залом, но еще и зал тренажерный и библиотека. Ввиду того, что у нас 2014 года был год культуры, поэтому главы поселений выделили значительные суммы денег для того, чтобы отремонтировать учреждения культуры, оснастить инвентарем, оборудованием и естественно сценарическими костюмами. На эту работу консолидировано было выделено более 20 миллионов. Глава Ярославского района Татьяна Хохлова отчитывается перед депутатами различных уровней по работе за 2014 год. Мероприятие ежегодное, однако в этот раз от собрания в кабинете решили отказаться. Отправились на экскурсию и инспекцию, тем более, что провести ремонт в домах культуры района удалось совместно с областными властями и депутатами. Наши деньги, депутатские, финансирование, ремонт домов культуры приняли самое активное участие. То есть практически весь депутатский фонд двух депутатов от округа Иванова. И мы отдали на это направление, на учреждения культуры. За счет средств бюджета области средств поселения и силами депутатов областной думы отремонтировали и самый большой ДК в Ярославском районе – дом культуры в Кузнечихе. А это уже поселок Дубки. Сегодня здесь работают два детских сада. Мест в дошкольных учреждениях хватает не всегда. Поэтому было принято решение отреставрировать помещение Центра детского творчества и передать его под детсад. В том году нам удалось сделать ремонтные работы внутри здания, установить перегородки, восстановить отопление, освещение, ну и уже приступить к косметическому ремонту. В этом году мы планируем, что этот косметический ремонт доделаем и приступим к благоустройству территории. В прошлом году на работы в данном здании было потрачено более 7 миллионов рублей. В этом потратят еще 9. В итоге в переоборудованном детском садике будет размещено 5 групп на 110 мест. Ольга Преснухина, Георгий Иванов. День событиях.